В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовало, может, огорчил. Все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем конец 2018-го. Каждый год молодые и активные юноши и девушки, лидеры молодежных объединений, становятся обладателями грантов за социально значимую и общественную деятельность, дипломами, памятными подарками и денежным вознаграждением. В прошлом году были отмечены пятеро саровчан. Грантополучателем стал и педагог СПТ им. Музрукова, руководитель музейного объединения техникума «Поколение Затом», куратор движения «Волонтеры Победы» Михаил Савин. В пятом классе в руки Михаила Савина попала книга известного советского и российского историка Юрия Емельянова «Сталин. Путь к власти». Она-то и открыла мальчику дверь в увлекательный и неизведанный мир истории. После школы Михаил поступил на исторический факультет Нижегородского университета, окончив который вернулся в родной город и пополнил педагогический коллектив Саровского политехникума. Преподавание истории в современное время, оно всегда с чем мы сталкиваемся? С тем, что очень большая противоречивость оценок. И наша задача не только донести до учащихся эту оценку, а еще сделать так, чтобы они научились думать, то есть чтобы они принимали ту или иную сторону в зависимости от их взглядов и убеждений. История, политология, общество знаний и основы философии – все эти предметы Михаил Савин преподает своим студентам. А в свободное от занятий время занимается воспитательной работой. Под его руководством с техниками действуют местные организации «Волонтеры Победы» и работает музейное объединение «Поколение за то». Это большая патриотическая работа. Мы стараемся прививать нашим студентам связь поколений, очень сильно связь поколений. То есть именно методом общения с людьми старшего возраста, как пример, пример жизни. Михаил Савин успевает преподавать социально-гуманитарные дисциплины у 11 групп, курировать курс техников-электриков и проводить воспитательную работу в СПТ. Параллельно преподаватель истории пишет статьи, участвует в конференциях, занимается исследовательской деятельностью и готовится к написанию диссертации. Сирия Габионщик авторской программы «Дело по плечу» журналиста нашего канала Кирилла Васенина признана лучшим материалом о создании современной жилой застройки. Церемония награждения победителей третьего всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, созидания и развития состоялась 21 ноября в Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации. В состав жюри вошли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и генеральный директор государственной корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. На сут экспертов было представлено 400 работ из 55 регионов страны. Среди 14 победителей канал 16 стал единственным представителем Нижегородской области. Само награждение проходило в большом зале заседаний. То есть то, что видят люди, когда, грубо говоря, в федеральных новостях, когда снимают что-то про Министерство строительства. Вот мы были, находились в этом зале, перед нами сидел министр, перед нами сидели высокопоставленные чиновники ЖКХ и так далее. Люди говорили о том, что мы сделали большую работу. Программа «Дело по плечу» выходит на нашем канале уже полтора года. За это время Кирилл успел попробовать себя в роли пиротехника, ветеринара, пожарного, кинолога, футбольного тренера, ледовара и даже мастера по маникюру. В выпуске программы, который занял призовое место на конкурсе, Кирилл Васенин рассказал о технологии возведения габионов в жилом комплексе «Саровская ривьера». Годом ранее этот проект компании «Саровинвест по комплексному освоению территории» в Поймире Кисатис был достоин диплома финалиста главного отраслевого конкурса Минстроя Российской Федерации в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территории». Это победа в первую очередь коллективов, победа не только журналистов, но и оператора, монтажера, административного корпуса нашей студии, которые договаривались о съемках, потом согласовывали какие-то моменты определенные в монтаже и так далее. То есть такая победа, которая досталась всему коллективу, несмотря на то, что ездил я туда один. Программу «Победительницу. Дело по плечу габионщик» можно посмотреть на нашем канале в YouTube и группе ВКонтакте. Самый успешный джазовый коллектив мира – оркестр Глена Миллера выступил в ноябре на сцене Саровского драматического театра. Новые концерты в России посвящены юбилею коллектива. Музыканты подготовили для любителей джаза специальную программу, в которой поклонников творчества Глена Миллера ждало немало сюрпризов. На выступлении джазового оркестра побывала и наша съемочная группа. Репетиции, выступления в прямом эфире, вечерние концерты и гастроли. С первых лет своего существования оркестр Гленна Миллера завоевал популярность среди любителей джазовой музыки. При этом музыканты записали и выпустили более 200 новых композиций, многие из которых стали классикой джаза. Программа, которую мы сегодня представим слушателям, называется «Jewbook Saturday Night». Мы сыграем все известные композиции, исполненные в свое время Гленном Миллером. Мы также исполним несколько произведений, написанных очень известными композиторами. Это Джордж Гершвин, Коул Портер, Ирвин Берлин, создавших прекрасные музыкальные произведения, также исполненные Гленном Миллером. Кроме этого, прозвучат известные хиты Фрэнка Синатри и Элли Фиджеральд. В 80-х годах наставником европейского оркестра стал пианист Вилл Салдан. Ему удалось воссоздать оригинальные композиции маэстро Гленна Миллера. Сегодня коллектив успешно гастролирует по странам Европы и исполняет произведения Армстронга, Миллера, Пресли и других гениев джазовой музыки. В честь юбилейного сезона в Саровском драматическом молодые актеры решили подготовить новый и достаточно необычный проект «Везде театр». Он призван показать зрителю универсальность этого искусства, благодаря которой в импровизированную сцену можно превратить практически любую площадку. Проект «Везде театр» будет интересен всем, кто хочет поближе познакомиться с творчеством современных драматургов. Эскиз первого спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева «Уфо» показали в городском музее. По непонятным причинам в музее отключили электричество. Зрителям приходится передвигаться по коридорам с фонариками. Это не временное неудобство, а задумка автора. Таким образом, режиссер создает эффект погружения и ощущение, что все происходящее вокруг реально. Формат эскиза сокращает расстояние между актерами и зрителями, благодаря чему герои ведут диалог со слушателем. Это нравится. И более того, ты понимаешь, туда ты двигаешься или не туда, цепляешь ты человека или не цепляешь. Но это же классно. Нет, это хорошо. Такой формат спектакля может оказаться неожиданным для любителей классических постановок на сцене. Проект «Везде театр» создан для того, чтобы напомнить, театр – это не место, а вид искусства. Идея же в том, что театр не есть тортик, в который мы приходим, такой праздничный. Мы должны наряжаться, как куколки или кены, там неважно, кто мы должны приходить и нести цветочки. Нет, театр – это театр, прежде всего, скорее всего, современный театр. Это то, что взято с вне, из мира. То есть это сегодняшний день. Чтобы был сегодняшний день в театре, нужно с него снять лепнину, которую на него налепили 300 лет назад. Специфика постановки позволяет находиться в залах музея ограниченному числу зрителей. Поэтому пригласительные билеты на экспериментальную постановку закончились еще за несколько недель до показа. Нестандартная форма и смелые прочтения пьесы привлекли внимание саровских театралов. Я наш театр очень люблю. В принципе, и эксперименты мы разные уже видели, театр нашего. И материал стали брать очень интересный. Поэтому я с удовольствием пришла. Заинтересовать зрителей и побудить их к путешествию по родной стране, чтобы своими глазами увидеть памятники исторического и религиозного наследия России. Это основная цель проекта «Святыни России» на телеканале «Спас», ведущими которого стали Антон и Виктория Макарские. Одна из серий программы посвящена Нижегородской области. Часть ее в декабре прошлого года снимали и в нашем городе. В плотном графике съемок супруги Макарские нашли время, чтобы пообщаться с журналистами и рассказать об особенностях проекта «Святыни России». В эфир уже вышло 8 выпусков. Всего создатели программы расскажут зрителям о 14 регионах нашей страны. Это уникальный проект, для нас особенный, потому что мы здесь, как Вика говорит, получаем второе высшее образование. Мы ездим по великим святыням нашей страны и узнаем о них как можно больше. Мы пытаемся, насколько это возможно, рассказать нашим зрителям. Авторы передачи рассказывают о России в формате непринужденной беседы. У зрителей создается впечатление, что он путешествует по стране вместе с ведущими. В Сарове съемочная группа работала всего полдня, но этого оказалось достаточно, чтобы оценить уникальность этих мест. В Сарове мы впервые. Это очень ответственно, очень волнительно и очень обидно, что мы здесь всего на один день. Здесь хочется побыть, подышать этим воздухом, никуда не торопясь. За столь короткий срок пребывания в нашем городе ведущие проекты побывали в самых разных местах. Всех секретов супруги Макарски не раскрыли, но в передаче они попытаются отразить специфику города. В декабре прошлого года детская музыкальная школа отметила свой 70-летний юбилей. На протяжении нескольких десятков лет педагоги школы готовят музыкантов по нескольким направлениям. Фортепианное, оркестровых и народных инструментов, отделение хорового пения и другие. На праздничном концерте по случаю круглой даты выступили исполнители и коллективы, которые были удостоены дипломов, лауреатов престижных творческих фестивалей. К 70-летнему юбилею детская музыкальная школа подошла с солидным багажом прославленных музыкантов, вокалистов и преподавателей. К праздничному концерту отобрали только самые лучшие номера из репертуаров всех отделений ДМШ. Открывал концерт сводный оркестр двух городов. Наш концерт был открыт совместным проектом двух музыкальных школ. И я с гордостью хочу сказать, что в нашей Нижегородской области это первый проект, первый совместный детский проект играли два оркестра. Это духовой оркестр детской музыкальной школы города Павлова и наш симфонический оркестр. Эксперимент удался. По словам директора детской музыкальной школы, самым сложным в этом номере было найти время для сводной репетиции. Но несмотря на трудности, праздничный концерт начался с оваций. Подарок, который был вручен Наталье Захаровой главой администрации, тоже удостоился бурных аплодисментов. Еще приятно вручить вот этот замечательный сертификат на сумму более полумиллиона рублей, чтобы школа могла купить себе все самое необходимое. На что потратить эти деньги, вопрос решен, и средства пойдут на обновление материальной базы учреждения. Рубеж в 70 лет детской музыкальной школы имени Балакирева пройден. Многое за это время сделано, и в будущем, по словам директора Натальи Захаровой, предстоит тоже немало. Развивать школу, открывать новое отделение, которое позволит саровчанам всех возрастов учиться музыке. В ноябре в Сарове прошел юбилейный 15-й чемпионат органов безопасности Приволжского федерального округа по рукопашному бою памяти капитана Александра Майорова. В турнире приняли участие 8 команд из Нижнего Новгорода, Пензы, Выкса и Икстова. Наш город на соревнованиях представляли бойцы городской федерации рукопашного боя и клуба «Панкратион». Подробнее о соревнованиях расскажем в следующем репортаже. Саровчанин, сотрудник регионального отдела специального назначения ОФСБ России Александр Майоров, героически погиб в 2001 году при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Он был кавалером Ордена Мужества и награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Александр был воспитанником Саровской спортивной школы и имел звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Люди помнят об Александре. И пока мы помним о нем, ну вообще о тех людях, которые защищали родину, которые погибли при исполнении, пока мы об этом помним, это хорошо. Наш город принимает этот турнир в 15-й раз. В этом году в нем приняли участие команды из Нижнего Новгорода, Пензы, Выксы, представители Академии Самбо города Кстова, Федерации рукопашного боя города Сарова. Всего 8 команд и 58 человек. Среди них 10 мастеров спорта, остальные – кандидаты в мастера, либо спортсмены, имеющие первый разряд. Турнир памяти Александра Майорова проводится с 2003 года и с 2009-го получил статус чемпионата. Это не только работает на внешний имидж города, потому что, конечно, очень много славных страниц истории, связанных и с духовностью, и с ядерным щитом, но сегодня пишется каждый день новая история. Победитель турнира определялся в каждой весовой категории. После старта соревновательного дня спортсмены встретились в отборочных поединках. Те, кто показали лучшие результаты на этом этапе, получили путевки в полуфиналы. Судьба первых мест на пьедестале почета решилась в финальных схватках, где на татаме вышли те, кому на этих соревнованиях не было равных в рукопашном бое. Своим участием они отдают память Александру Майорову. И популяризация данного вида спорта показывает хороший пример для молодежи, для патриотического воспитания. По итогам турнира определились победители и призеры. Лучшие спортсмены этих соревнований также получили призы от спонсоров. Такими нам запомнились ноябрь и декабрь ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2018-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова